Траурно-торжественное мероприятие, посвященное 32-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, состоялось в станице Сиверской. Взрыв на 4-м реакторе электростанции спровоцировал страшную трагедию, из-за которой погибли люди. Несколько дней не знали, что нужно делать даже с этой страшной трагедией. Но, несмотря на все это, вы, земляки наши, которые здесь стоят, зная, чем рискуете, поехали и начали спасать людей. Вы были в самом центре этой страшной трагедии. И сегодня не нужны слова, сегодня просто нужно помнить о тех людей, которых сегодня с нами нет. И вам говорю низкий поклон, спасибо вам, дорогие. Вы настоящие герои. Совершили подвиг в мирное время. У памятной стелы и помнит мир спасенный возле здания Северской сельской администрации несколько десятков людей собрались, чтобы поблагодарить героев чернобыльцев и почтить память жертв крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Я хочу сказать вам огромное спасибо. У нас, к сожалению, 14 человек из нашей станицы уже умерло. Осталось еще, еще есть люди. Я хочу пожелать вечную память тем, кого среди вас уже нету, а те, кто сегодня стоит здесь, чтобы мы еще долго-долго-долго встречались. Крепкого вам здоровья. Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции стал самой мощной катастрофой 20-го столетия, унесшей десятки тысяч жизней. С первых дней после аварии с ее последствиями боролись работники станции, пожарные и прибывшие на помощь военные. Краснодарский край одним из первых откликнулся на беду народа. Всего в ликвидации последствий катастрофы принимало участие около 12 тысяч жителей Кубани, в том числе из нашего района 262 человека. На стеле установлена икона «Чернобыльский спас». На ней впервые, рядом с ликами святых, изображены простые люди. На ее изображены чернобыльцы, живые и мертвые, рядом с Богом, судьей и спасом. Бог спасает души чернобыльца. Чернобыльцы спасли землю и жизнь, дарованную Господом. Фактически, изображенные на иконе люди с Богом – это Божья людская рать. До этого никогда человека с Богом не изображали. Только потому, что чернобыльцы заповедь Господню не убить выполнили. Чужой крови не пролили, а своей не пожалели. Им выпала такая честь. Икона была освящена 28 августа 3 года Киевско-Печерской лаврии. К сожалению, с каждым годом все меньше приходят к чернобыльскому знаку тех, кто три десятилетия назад спас человечество от страшной беды. Наш земляк Сергей Агеев, один из участников ликвидации аварии, зачитал присутствующим свое стихотворение, опубликованное 1 июня 1987 года в боевом листке на палатке батальона. Мы сегодня идем, как идем каждый день, на Чернобыль, на АЭС, в День защиты детей. Там сейчас нелегко, знаю я, знаешь ты. Но должны сделать все, мы для их чистоты. Радость, счастье всегда, чтоб светилось в глазах. Мы сегодня стоим на своих рубежах. Наша поступка крепка и не трогнет рука ради тех, кто еще не родился. После завершения митинга в зале заседаний районной администрации состоялся круглый стол. В неофициальной обстановке участники ликвидации аварии поделились своими воспоминаниями, обсудили наболевшие вопросы и выразили надежду на то, что такой беды не повторится. Мужество тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, навсегда останется в нашей памяти. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко с рабочим визитом посетил Северский район. В рамках визита в приемной партии «Единая Россия» Сергей Юрьевич встретился с жителями по наболевшим вопросам. Депутат ЗСК оказывает постоянную поддержку в решении различных проблем нашего района. Вот и сейчас принято решение о помощи в строительстве тротуара и дороги в райцентре. Елена Васильевна, значит, мы сейчас вместе Игоря Васильевича попросим внимательно, чтобы он посмотрел и сделал проектно-сметную документацию. Я в свою очередь, еще раз говорю, депутатский свой фонд направлю на благоустройство территории и чтобы вы жили достойно. Прозвучал и острый вопрос по судьбе газопровода в станице Крепостной. Он построен несколько лет назад и до сих пор не введен в эксплуатацию. Есть подрядная организация, которая осуществила определенные виды работ, но пуска наладочной работы так и не провела. Этот вопрос Сергей Орленко взял на личный контроль. По завершению приема граждан Сергей Юрьевич принял участие в торжественном открытии спортивной площадки в станице Новодмитриевской. Это уже второй подарок поселению от Законодательного собрания Краснодарского края. Мне просто посчастливилось с помощью вашего главы, с помощью главы муниципального образования Адама Шахметовича заняться таким добрым делом, как построить площадку. Вы знаете, родители, вы, ваши, следующее после вас поколение будет им пользоваться, потому что очень красивые, хорошие тренажеры. Благоустройство, создание комфортных условий жизни граждан в селе – одно из главных направлений, успешно реализуемая партией «Единая Россия». После открытия площадки депутат ЗСК прибыл в Азовский дом культуры на уже ставший традиционным районный день призывника, посвященный весеннему призыву. В зале проводить призывников в добрый путь и сказать им самые теплые пожелания. Собрались родители, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн, представители районной администрации, военного комиссариата, духовенства и казачества. Дорогие ребята, мы уверены, когда каждый год молодежь, молодые люди нашего северского района идут служить на благо родины, на благо своей любимой отчизни, мы всегда уверены, что эти ребята будут настоящими продолжателями добрых традиций дедов и прадедов. Мы всегда уверены, что они будут с гордостью и честью выполнять свой солдатский долг. В этот день призывники получили памятные подарки и наказ от главы муниципалитета Адама Джарима. Для всех собравшихся звучали песни о родине, патриотизме и великой победе. Весной 1942 года немецкое командование начало подготовку к летней наступательной кампании. В ходе подготовки была запланирована наступательная операция на Мурманск, один из важнейших стратегических объектов северной части фронта. Портовый город должен был обеспечивать прием грузов по Ленд-Лизу. Советское командование на основе имевшихся разведданных решило нанести упреждающий удар. 28 апреля 1942 года советские войска после трехчасовой артиллерийской подготовки перешли в наступление. По замыслу командования фронтом, войска 14-й армии во взаимодействии с морским десантом должны были одновременными ударами с фронта и тыла окружить и уничтожить группировку противника и выйти на границу с Финляндией. К исходу дня десантники заняли плацдарм глубиной до 5 километров и по фронту до 7. В последующие дни продвижение десанта составило до 11 километров, но выполнить основную задачу и перерезать магистраль снабжения противника десант не сумел. Противник крайне упорно оборонялся, быстро потянул дополнительные силы и непрерывно контратаковал, захватив инициативу в свои руки. Огромные потери со стороны Красной армии, численное превосходство противника и тяжелые погодные условия сыграли на стороне немецких войск. Советское наступление оказалось полностью парализованным. 10 мая 1942 года командующий Карельским фронтом доложил Сталину о неудачном наступлении. Из согласия последнего, 11 мая войска перешли к обороне. Тем не менее, удалось добиться выполнения одной из главных задач операции. Противник ввел в бой почти все свои резервы. Запланированное немецкое наступление на Мурманск в 1942 году было сорвано. Линия фронта полностью стабилизировалась и осталась такой до освобождения Заполярья в октябре 1944 года. В 2018 году Афибский нефтеперерабатывающий завод отмечает 55-летие. В честь юбилейной даты руководство и сотрудники предприятия высадили аллею Славы со стороны федеральной трассы. Ее протяженность более 180 метров. Ровно 55 саженцев, дубов и кленов будут украшать въезд на предприятие. Закладка этой аллеи еще раз подтверждается, что в первую очередь завод ставит и руководство ставит вопрос экологии в первую степень. Поэтому люди должны знать, что работает такой завод, который мощный. Наверное, в юге он самый один из мощных заводов, что вопрос экологии, люди, чтобы не волновались, стоит на первом месте. В мероприятии приняли участие заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Лешко, представители законодательного собрания Краснодарского края, районной администрации, ветерана завода и учащийся лицея. Сегодня краем района, в том числе, большая программа реализуется «Комфортная городская среда». И в рамках этой программы, я думаю, что мы сможем с районом вместе предоставить площадку, где ваши дети могут в этом мероприятии очень важно поучаствовать, чтобы они приходили и видели, как они вместе с этими деревьями растут, как они становятся на ноги, так же, как и деревья крепнут. И потом, чтобы и их дети так же приходили и этим наслаждались. Я всех искренне поздравляю с этой круглой, красивой датой 55 лет, старейший завод, хорошие показатели, доброго пути вам многие-многие лета. Также в честь юбилейной даты предприятия планируют выпустить памятный лимонах и создать музей. В Краснодаре состоялись открытые соревнования по спортивной акробатике, посвященные памяти пятикратной чемпионке мира и многократной чемпионке Европы Светланы Кушу. Турнир проходил в спортивном комплексе имени Василия Мачуги и собрал 380 участников из городов Краснодара, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Тимошевска, Республики Адыгея, Денского и Северского районов. Юные акробаты детской и юношеской спортивной школы Станицы Северской, как всегда с достоинством, выступили на соревнованиях. Мы побывали на республиканских соревнованиях и мы туда ехали с уверенностью. Мы не думали, что мы займем первое место, но работали слаженно и уверенно. Когда выходили на ковер, перед ковром мы разговаривали с друг другом и общались вместе, что будем делать и как делать. Мы все очень рады, что мы стали победителями и уже не первый раз туда ездим и побеждаем. Я занимаюсь с пяти лет. Для меня это не первое соревнование. Акробатика – это очень красивый вид спорта. Я люблю соревнования, красивые костюмы, сборы и поездки. В будущем я хотела стать известной спортсменкой, побывать в других городах. Завоевав золото во взрослых разрядах, на пьедестал встали смешанная пара и две женские тройки. Серебро – еще у одной женской тройки и мужской четверки. Спортивная акробатика – зрелищный, техничный и, безусловно, тяжелый вид спорта, в котором каждая медаль зарабатывается огромными усилиями. Я занимаюсь секцией акробатики, меня туда привела мама. Я хочу заниматься этим спортом, потому что ездишь в разные города, и с кем-то знакомишься и завоевываешь разные места. Моя мечта на акробатике – стать ЗМС, заслуженным мастером спорта. Для меня акробатика – это очень красивый вид спорта. Ну, немного бывает иногда тяжело. В будущем я хочу стать мастером спорта по спортивной акробатике. У нас дружная команда, мы всегда ездим, поддерживаем друг друга. И тренера и родители помогают в этом все. Тренерский состав на соревнованиях представляли Диана Горохова и Николай Клинченков. Благодаря их нелегкому труду юные спортсмены стремятся к высотам и добиваются их. Акробатика – это не просто увлечение или очередная секция. Это образ жизни, это выбор избранных, кто не боится ответственности. И как результат – блестящий успех. На стадионе «Олимп» Станицы Северской прошел турнир по мини-футболу среди подростков группы «Риска» Северского, Абинского и Крымского районов. На церемонии торжественного открытия турнира своими выступлениями гостей и участников порадовали учащиеся ЦРТДЮ Станицы Северской. Разрешите от имени главы муниципального образования Северский район Адам Шахметович Джарима поприветствовать вас на гостеприимной земле Северского района. Хочется сказать, что этот турнир стал традиционным. Команды Абинского, Крымского и нашего района с удовольствием приезжают и участвуют. Вы уже стали добрыми товарищами, соседями и показываете прекрасную игру на футбольном поле. Соревнования проводились на кубах главы нашего муниципалитета. Команды участники, представляющие районы, сформированы из ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Главная цель соревнований – пропаганда здорового образа жизни как альтернатива наркотикам, табакокурению и другим асоциальным проявлениям детей и подростков. Дети, которые иногда может быть меньше внимания в официальных первенствах Краснодарского края и очень тяжело добиться, здесь они все победители. Здесь всегда у нас побеждает дружба и прекрасное взаимодействие с одной стороны, с другой стороны климат, который царит на стадионе во время игр дружеских. Матчи прошли в упорной борьбе, где ребята показали все свое футбольное мастерство. Победу возрастной категории 2002-2003 годов рождения одержала команда Северского района. А возрастной категории 2004-2005 годов рождения первое место присудили команде Крымского района. Крымского района